Приветствую всех зрителей канала Техноарена! Индустрия смартфонов не стоит на месте и в этом году разработчики радуют нас огромным количеством новинок, поражающими своей производительностью, качеством съемки и другими возможностями. Поэтому сегодняшнее видео я решил посвятить самым ожидаемым смартфонам, которые в скором времени должны поступить в продажу. Ну а перед тем, как я начну, попрошу вас, дорогие зрители, подписаться на канал и нажать на колокольчик, если вы не сделали этого раньше. Также я буду очень вам признателен за лайки и комментарии, которые позволяют оценить проделанную мной работу. Заранее спасибо! Итак, давайте узнаем, какие смартфоны стоит ждать в ближайшее время. Компания Oppo продолжает расширять ассортимент смартфонов серии А и в скором времени выпустит на рынок модель Oppo A52. Этот смартфон относится к средней ценовой категории и может похвастаться большим экраном и квадрокамерой. Дисплей смартфона имеет диагональ 6,5 дюйма при соотношении сторон 20 к 9. Фронтальная камера из привычного для многих пользователей каплевидного выреза перекочевала в сам экран. Основная камера представлена 12-мегапиксельным главным модулем, который дополнит сверхширокоугольный 8-мегапиксельный модуль, а также два датчика, которые будут задействованы для размытия фона и макросъемки. Сердцем новинки стал 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 665, который в зависимости от версии дополнен 4 или 8 гигабайтами оперативной памяти. Для хранения данных предусмотрен встроенный накопитель на 64 или 128 гигабайт и слот для карты памяти формата microSD. Также известно, что Oppo A52 получил фирменную оболочку ColorOS 7.1 на базе операционной системы Android 10. За автономность устройства отвечает батарея емкостью 5000 мАч, которая обеспечит до двух дней работы смартфона без подзарядки. Кроме того, Oppo A52 обзавелся поддержкой технологии быстрой зарядки. Компания Huawei порадует в скором времени новым смартфоном Huawei Nova 7. Он будет иметь большой яркий экран диагональю 6,53 дюйма, а за его производительность будет отвечать мощный процессор Kirin 985. Также известно, что смартфон получил основную камеру на 64 мегапикселя, а другие сенсоры будут иметь разрешение 8 и 2 мегапикселя. Фронтальная камера будет помещена прямо в экран и будет иметь разрешение 32 мегапикселя. Как говорят многие эксперты, такой набор камер позволит Huawei Nova 7 стать одним из лучших камерафонов этого года, но так ли это на самом деле, покажет время. Также известно, что смартфон получит последнюю версию оболочки EMUI и операционную систему Android 10, а за автономность устройства будет отвечать аккумулятор емкостью 4000 мАч, который поддерживает технологию быстрой зарядки. Среди смартфонов компании Google тоже ожидается пополнение. Google Pixel 4a – это компактный смартфон с экраном диагональю 5,81 дюйма, работающий на чистом Android без каких-либо оболочек. Смартфон получит восьмиядерный процессор Snapdragon 730, характеризующийся неплохой производительностью. Google Pixel 4a получит 4 гигабайта оперативной памяти и будет выпускаться в версиях на 64 и 128 гигабайт постоянной памяти. Что касается камер смартфона, то известно, что основная получила 12-мегапиксельный сенсор, а фронтальная сенсор на 8 мегапикселей будет находиться прямо в экране. Также известно, что Google Pixel 4a будет поддерживать быструю зарядку и получил аккумулятор емкостью 3080 мАч. OnePlus 8 Pro превзошел все ожидания поклонников. Он получил огромный безрамочный флюид AMOLED-экран диагональю 6,78 дюйма с разрешением 1440 на 3168 пикселей. Частота обновления экрана составляет 120 Гц, что обеспечивает более плавную анимацию, чем на обычных смартфонах. Смартфон имеет встроенный в экран быстрый и точный сканер отпечатка пальца и фронтальную камеру на 16 мегапикселей, позволяющую делать яркие и четкие селфи-снимки. Основная камера смартфона представлена главным 48-мегапиксельным модулем с оптической стабилизацией и лазерной автофокусировкой. Также в смартфоне есть 8-мегапиксельный телеобъектив, 48-мегапиксельная широкоугольная камера и 5-мегапиксельный датчик глубины. Высокую производительность OnePlus 8 Pro обеспечивает процессор Snapdragon 865. Объем оперативной памяти может быть 8 или 12 ГБ. Постоянной памяти у смартфона в зависимости от версии будет 128 или 256 ГБ. Емкость аккумулятора составляет 4510 мАч, что позволяет смартфону долгое время обходиться без подзарядки. Кроме того, стоит отметить, что OnePlus 8 Pro поддерживает технологии быстрой и беспроводной зарядки, имеет стереодинамики и NFC-модуль, а также защищен от воды в соответствии со стандартом IP68. Еще один смартфон, который в скором времени появится на прилавках магазинов, это Lenovo Legion. Это будет смартфон, рассчитанный на любителей мобильных игр. Он получит высокопроизводительный процессор Snapdragon 865 и систему жидкостного охлаждения. Также на корпусе смартфона будут дополнительные кнопки для более удобного гейминга. Емкость аккумулятора будет в диапазоне от 4 до 5000 мАч. Но самое главное в Lenovo Legion это то, что он будет поддерживать быструю зарядку от 90-ваттного зарядного устройства. Это позволит полностью заряжать смартфон всего за 15-20 минут. Другие характеристики игрового смартфона Lenovo Legion в настоящее время находятся в секрете. Это были 5 самых ожидаемых смартфонов, которые должны поступить в продажу в ближайшее время. Ставьте лайк, если вам понравился ролик и напишите в комментариях, какой из этих смартфонов вы бы приобрели. На этом, дорогие зрители, у меня все. Подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. А я с вами прощаюсь, до новых встреч на канале Техноарена.